Всем самого добрейшего утра! Друзья, сегодня у нас первая перегонка. Мы аппарат настраиваем на максимальную скорость, никаких колонн не выстраиваем, выставляем просто холодильник, поворот, то есть штаны и поставим диоптер, ну, чтобы повыше было и чтобы мы визуально что-то видели, хотя там ничего не произойдет красивого. Также я наращиваю бак до 57 литров. Не знаю, правильно это или нет, мы узнаем в процессе самого производства напитка. Раньше я всегда работал одним каркасом, корпусом, как это в пчеловодстве называется, магазины не доставлял. Сегодня мы работаем корпус плюс магазин. Пчеловоды меня поймут. Собираем, заливаем, начинаем. Залили первый кубик, еще 35 литров только получилось. Суть какая? Смотрим, нигде ли не течет, потому что если мы зальем сразу полностью, то будет уже поздно. И второй момент, друзья. Грамотнее всего, когда вы подготавливаете куб к работе, сначала проверить его на воде. И так, кстати, даже рекомендует производитель, что залейте сначала воду, попробуйте сделать дистиллированную дистиллятом, а уже потом изобретайте напитки. Очень печально будет, если по всему дому прольется брага, которая будет пахнуть. Ну, для вас-то вкусно, а для домочадцев не очень. Поэтому сделали, сейчас поняли, что нигде ничего не протекает. Сейчас зальем вторую часть куба и уже начнем первый перегон. Накрываем, закрываем. Все, получилось полностью две фляги алюмишки. Конечно, одному это не вариант, даже и вдвоем-то тяжеловато, но мужиками вдвоем не сложно. Вот так, хоп. Дальше, еще, 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 оп. Теперь это я заворачивал, чтобы мы просто подняли. Дальше, как Женя говорит, одеваем гантелю. А, знаете что? Я поставлю сюда еще диоптер, чтобы просто визуал видеть. Он сейчас, конечно, здесь вообще не нужен. Ну, никаких целей он своих выполнять здесь не будет, задач серьезных. Но поставим просто так для того, чтобы мониторить. Единственное, знаете, у меня сомнения есть. На диоптере у нас осталась незаглушенная часть. Тут же игольчатый стоит. Поэтому мы ее просто вот так заглушим сейчас и все. И она не будет работать. Ну, наверное, может быть, это и не ну стоит делать, но я решил, что так будет правильно. Ну, вы напишите в комментах, если этого делать не обязательно. Я иголкой сейчас заглушил, и это уже не рабочий патрубок. Так, и сюда вешаем дефлегматор. По-другому холодильник. Осталось поставить носик через кламп, и можно уже приступать к процедуре. А, ну и подключить, конечно же, водоснабжение. То есть от крана вниз и от верха уже на улицу. Кстати, не рассказывал вам. Я же взял просто здесь, сделал отверстие в окне, и у меня все уходит на улицу. Ну, чтобы канализацию не загромождать. Как бы в колхозе канализация недешевое удовольствие, откачка. Теперь втыкаем это вот так, и пока на максималку. То есть первый перегон у нас идет просто на максимуме. То есть 3,5 киловатта должны работать на полную мощь. Зашумел. Засекаем время 15.24. Если говорить про мой предыдущий аппарат, то за полчаса я приходил уже к началу перегона. Но здесь еще надо учитывать, что 20 литров плюс. Не, шланги прелесть тоже вообще хорошие. Так, здесь подцепляем, тут подцепляем. Переключается это просто кран сюда, и холодная вода пошла в систему. Сейчас наполним холодильник. На 76 градусов начнется работа, а холодос у нас уже заполнен. И у нас будет какое-то время на то, чтобы успеть все включить. Все, вода пошла. Хватит пока. Теперь вопрос, друзья, как считаете? Да как считаете, я знаю, как вы ответите. На самом деле попугай нам не нужен на первой перегонке, потому что нам спиртуозность сейчас вообще не важна, мы ее не контролируем. Нам нужно просто забрать все, что необходимо из куба за очень короткое время. Сразу поправка на ветер, использовать термометр как основной источник замеров на первой перегонке можно только в том случае, если вы хорошо знаете аппарат. А так как аппарат мне еще досконально неизвестен, лучше всего было работать по старинке через попугай, замерять спиртуозность и уже шагать от нее. В дальнейшем вы узнаете, что благодаря вот этой моей оплошности, но могу объяснить почему, мне написали зрители и мне посоветовал товарищ, что достаточно только одного термометра. Это была ошибка. Поэтому рекомендую использовать всегда в паре спиртометр плюс термометр. Так вы будете знать и температуру в кубе, до 98 это максимум, хотя люди говорят до 100 гонят, но это я уже много раз в видео повторял. Либо ориентироваться по спиртуозности, то есть пошла уже спиртуозность там 15-10 оборотов, все, можно вырубать. Уже прям набирает активно, 52, начали в 24, сейчас дожидаемся начала перегонки, включаем на 68, примерно на 70 градусах, включаем дефлегматор, холодильник, он начинает уже работу. Ну, гонять воду по системе, чтобы уже пары отделять. Я для этого приготовил маленькую баночку и мы ее сегодня наполним, я думаю полностью, если даже не две, потому что сейчас шарашить будет, не дай бог. Холодильник мощнейший, ну а про котел вы знаете. Это же люксталь, это российская технология секретная. Друзья, гоним, смотрим, буду включаться периодами. Смотрите, 60 градусов уже, ровно час прошел с момента, когда мы включили, но это и понятно, потому что работает всего 3,5 киловатта. Можно, кстати, запустить на семерке, на 7 киловаттах. И понятное дело, что нагреть 57 литров от 3,5 киловатт за полчаса, как это было на предыдущем аппарате, невозможно. Но более того, скажу, что и на предыдущем у меня не было увеличителя объема, и я за полчаса набирал температуру просто куба, 37 литров. Да. И еще надо сказать, что когда мы включали, наверное, в начале вы это видели, что температура в кубе была 19 градусов. То есть саму брагу я принес из овощехранилища, и поэтому она была очень холодная. Вот, ну уже очень быстро растет температура. Что еще хочу показать? Существует два варианта попугая. Попугая. Попугай сейчас приехал с люксталью, но это не в комплекте был, я его докупал отдельно, и он работает сразу вот так в банку. Устанавливается и работает. А до этого у меня был вот такой попугай. Пока еще я не оценил превосходство одного и второго. Но что могу сказать точно? Что у этого попугая видно, как происходит процесс самого капания в банку. Ну, то есть я это могу смотреть. А здесь, скорее всего, будет просто стекать по стенке и наполняться. То есть тут я не могу увидеть каплю, переходящую в струйку. То есть сформировать. Но с другой стороны, наверное, это и не нужно, потому что настроив игольчатый кран на дохладители, я сразу буду... Ну, это давайте все оставим на вторую перегон, и там уже будет понятно, как это все работает. 61,9, ну, уже прям скоро. Пошел потихонечку у нас набор. Ну, видите, я там поставил такую себе шкалу, чтобы видеть, как вода идет. Она вот сливается у меня на улицу просто. Ну вот. А здесь у нас уже потихоньку начинается движение массы. Чуть прям еще буквально пару градусов, и она начнет лить прям потоком. Холодильник, как и надо, холодный, прям ледяной, я бы сказал. Все здорово. Теперь надо просто заполнить это все дело. По времени, друзья, мы начинали в 3.25, сейчас 4.50. То есть час 25 нагревалась емкость. Но еще раз скажу момент, что брага была холодная, она была 19 градусов примерно. Если бы она была бы комнатной температурой, наверное, набралась бы быстрее температура в кубе. Так, 79.3, потихонечку он, видите, идет. Накопительный эффект, сейчас бахнет, сейчас прям пойдет жестко. Это я знаю, видите, капельки идут, но они пока небольшие, но сейчас ливанет 100%. Я вам покажу и скажу, на какой температуре это началось. Я просто там сейчас занимаюсь с ПН-очкой. Ну, у меня параллельно идут два видоса, просто вы их смотрите в разное время. Как раз сейчас я словил эту ситуацию, заболтался, и в какой-то момент у меня температура в холодосе поднялась резко. То есть холодос стал горячим, и система сброса вот этого начала давать пары уже в помещение. Я просто увидел, потому что у меня донца покрылась спиртом. Для тех, кому интересно, что происходит, вот такая скорость отбора такая у нас сейчас. И все, на такой скорости отбора мы сейчас отберем примерно полторы вот такие боди. Друзья, сразу говорю, для тех, кто понимающий, это первый перегон. Это нельзя пить. Это будет еще доготавливаться. 8, 7, 6 сейчас температура в кубе. До этого работал с другим кубом, который был и поменьше, и попроще, и царга по диаметру поуже. И сейчас, когда кастрюля начала нагреваться, у меня уже было 84-85, а ничего не происходило. Я даже панику нагнал немного, типа, что случилось? Может, я где-то что-то, какую-то прокладку не убрал? Может, там где-то отверстие забито? Оказалось, просто дотерпите, дотерпите. Потом как пошло, как полилось. Знаете, что заинтересовало? А что у нас, собственно, с нагревом розеток? Так, это у меня нагрета система. Это у меня сам куб. Он сейчас имеет температуру 60-71. Смотри, холодос холодный максимально, да? А вот кубик. Мне интересует проводка. Что у нас с проводкой? Вот там у меня тепло. Вот тут сейчас тепло. Не сильно тепло, но тепло. Нагрелось. Там у меня просто коробка находится. Распаячная. В ней сейчас 28 градусов. Смеркалось. Время уже почти 8 часов. Опять промежуточный этап. 96,1. То есть, соответственно, нам осталось 2 градуса дотерпеть. И мы уже выключаем конструкцию. И на выходе имеем вот такое вот количество. Спиртуозность где-то в районе 45 сейчас. Но это у нас сырец. Из него будем уже делать потом конечный продукт. Я так предполагаю, что с люкстали мы успеем отобрать сегодня еще литров 10. В конечном итоге, вообще в конечном, когда мы сделаем вторую перегонку, я так понимаю, что у нас будет вот это же количество, только уже готового напитка. 42 градусного. Ну, то есть, уже качественного, правильного, без всякой сивухи и так далее. Сейчас же здесь и головы, и хвосты, и ноги, и тело. Все здесь. Так, друзья, хочу посмотреть, что там происходит, но уже не могу ничего увидеть. Толком. Нужен фонарь. И хорошо, что в моей мастерской, как обычно, есть чем посвятить. Вот с этой компанией Greenworks стал дружить. Мне она нравится. Я от нее получаю удовольствие. Вот этот фонарь мы использовали в Новый год, когда нам свет включили. Прекраснейшая вещь. Вот так, хоп, смотрите, бамс, все, идем, и шарашит, дай боже. И смотрим, что у нас там, как льет. О, ветер поднялся, я даже не знал. Как бы он, о, вот так вам видно хорошо. Смотри, как фонарь бьет, вообще просто пушка. Просто пушка, вон все залило, все залило. Ладно, короче, фонарик имеет 4 функции. Самая яркая, потусклее, потусклее и режим SOS. Ну вот, шикарнейшая штукенция. Есть возможность куда-нибудь подвешить. Взял его, друзья, буду честен для нашего летнего сплава, потому что скоро уже пойдем. Также купил 3 аккумулятора, зарядное устройство. У нас с собой всегда есть генератор, поэтому проблем нет. Весит немного, но бам-бам-бам, смотри, как шарашит. Смотри. Вообще просто пушка. О, сын, скажи, мужик дальний выключи. Все. Так, ну промежуток я снял. Теперь, наверное, давайте дождемся окончания периода. На самом деле, рассказывать-то тут мало, что можно. Так как конструкция очень простая, сейчас она на максимальной скорости. На своих 3,5 киловаттах шарашит все, что можно из этого напитка забрать. Проверил мой предыдущий аппарат, тоже 3,5 киловатта. Единственное, ну тепловизором вы видели, да, что провода греются. И что я решил? Доработка. Вон ту вилочку переделаю вот под эту розеточку. У плиты идет свой адрес прям до автомата. Если у меня здесь все розетки фартука собираются в одной распаечной коробке, но в свою очередь надо сразу же сказать, что сделано все качественно, потому что у меня все провода по дому. Скрутка, потом сварка, ну не сварка, спайка, я делал спайку. И плюс еще накрутка спирали. Думаю, что для проводки это вообще не страшно. При вас же я просветил это все тепловизором, показало там 30 градусов тепла. Еще 2 градуса и вырубаемся. Буду греть до 98 максимум. Короче, закончили. У меня есть что вам сказать по этой теме. По часам получилось долго. И я не понимал, почему так. То есть не проще ли тогда не использовать добор куба, ну вот этот увеличитель, да, а просто делать две перегонки именно в системе. Я разобрался в ошибке. Позвонил своему товарищу. Он мне сначала с утра немножко меня сбаламутил. Он говорит, не смотри спиртуозность, не ставь попугая, не парься, не нужны тебе ариометры. Просто, говорит, ставь термометр, смотри, когда будет 98, вырубай и больше не волнуйся. К нему лично никаких претензий. Это лично мое решение было. Начал гнать, в общем, спиртуозность. Короче, гнал, гнал, гнал. Потом звоню ему, говорю, друг мой, что-то у нас не то. Уже 8 часов я гоню, а у меня творчество не заканчивается. Он говорит, а ты проверь все-таки спиртуозность. И вот, по сути, я взял тот самый попугай, который раньше у меня являлся эталоном. Опять же, почему сегодня еще дополнительно отказался от попугая? Потому что до этого мне кто-то из вас, зрители, написал в комментариях, что на первой перегонке попугай не нужен. Ну, зачем тебе смысл? А я всегда раньше именно по попугаю следил спиртуозностью. То есть, я не смотрел на термометр. Я просто смотрел, когда у меня будет уже в первой перегонке 10-15 градусов спиртуозности и отрубал систему. А здесь я решил теперь по температурному датчику. Может быть, это правильно, но для тех ребят, которые уже знают свой аппарат и уже в нем хорошо разбираются. Для меня он пока новый, и я с ним только знакомлюсь. Догнался я до тех моментов первой перегонки, что у меня ниже нуля спиртуозность. Но это пока не смейтесь, не смотрите на это. Сейчас я проверю общую спиртуозность в обеих бочках. И завтра просто сделаю погрешность по калькулятору. И уже на перегонке основной в кубе у меня будет выставлено все как надо. Я буду знать, сколько у меня забрать голов, сколько хвостов, сколько тела. Хвосты, кстати, я не забираю. Это уже долго и неинтересно. Я их выбрасываю. Мне дороже чистить потом мою канализацию от лишней воды, которая тут сливается, чем коллекционировать эти хвосты, потом с ними мучиться. Нафиг они нужны. Хотя кто-то их оставляет. Сейчас померяю для интереса спиртуозность, вам скажу ее. И на этом мы сегодняшний первый перегон заканчиваем. И переходим уже ко второму перегону, к основному, который уже делает напиток напитком. Да, еще погрешность, знаете, в чем может быть? Сам сырец сейчас холодный. Потому что холодильник шарашит, дай боже. И есть еще мысль, что может быть в этом дело. Чтобы не было никаких подтасовок, братцы. Ставлю ориометр самый малый. И проверяем. Общая спиртуозность десятка. Во втором. Но это во втором. В первом должно быть нормально. Не знаю, как к этому относиться. Но я, конечно, перетянул. То есть из 57 литров забрать 37. 37 это вообще. То есть здесь сейчас вот столько всего лишь. Это все я забрал. Ну как так? Конечно, тут издевательство было. Так, десятка. Все. Это сливаем обратно. И сейчас я буду проверять первый куб на спиртуозность. О, какой там запах прекрасный. Просто. Я предполагаю, что здесь должно быть сорокет. И опускаем ориометр. Ох ты. Вот. Как должно быть. Здесь у нас 38. Так, сейчас. 38, 30, 38. Завтра это все солью в одну бадью. Перемешаю. Ну, по сути, наверное, это хорошо. По логике, конечно, это лишнее. Можно было остановиться еще на первой бадье, на первой двадцатке. В следующий раз я буду ставить попугай на первой перегонке, никого не слушать, делать, как я делал раньше. Это неправильно смотреть по термой. Это правильно для тех, кто знает свой котел. И неправильно для тех, кто только изучает новый, но занимается такой фигней. То есть получается, что я примерно где-то часа два-три просто в бесполезную прогнал свою систему водоснабжения, электричество и так далее. Можно было уже выключать. Почему меня обманул датчик температуры? Не знаю. Может, он меня и не обманул. Это первая перегонка. Я учусь с новым аппаратом общаться. И ошибка моя была, опять же, в попугая. Мне прислали попугай, но я по дурости своего не поставил. В следующий раз, конечно, уже буду делать, как раньше. Да, еще момент. Сейчас я хочу открыть кубик и приколоться. Наливали мы под верх. Сколько там его осталось? Визуал. Короче, ниже уровня первой кастрюли сантиметров на 10. Это расширительная часть бака. Да, и вон сколько у нас получилось. Но здесь, наверное, уже градуса сейчас два. Если и есть, то хорошо. Все, спиртуозность мы знаем. Завтра утром начинаю вторую перегонку. Вы все это увидите. Пишите в комментариях свои мысли. Ну и поставьте лайк за труды. Все, братцы, до завтра. Пока.